По версия, по тестам, например, что у вас его нет, ну, второй версии, на сколько вот его стоит покупать? Ну, вот, 150-150 ГГБ. У меня сейчас новый, я же вышел новый, потому что я брал первый, который только вышел, наверное, я в второй Украине, я его, это был 14-й год, я его купил. Вот, второй или третий в Украине. Сейчас уже вышли новые версии, они достаточно хорошие объективы, не знаю, я... То есть, и 6, и 5, все равно рулит, да? Рулит, но когда уже сумерки, он темноват. Конечно, если есть, оно же стоит, если брать соотношение цены-качества, то я считаю, это бюджетный такой объектив, который достаточно хорош. Вот, вы сами видите, сколько фотографий, вот это все, вот, вот. Давайте я, может, полистаю, так, когда увеличено все. Вы лучше запустите в режиме слайдшоу, да? Да, 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 ну все круто. А если у вас по какому-то кадру будет что-то, вопросы какие-то? Вот тоже, я эту паутину увидел. Но ее же не снимешь. Я сидел, наверное, часа два, ну, еще что-то там ждал, какие-то пауков снимал. Я ждал, чтобы туда сядет зимородок. Он был тусовался в этих местах, я ждал. Но зимородка я так и не дождался. Но именно вот в контровом свете она совсем другой кадр. Если зайти с другой стороны, это совсем даже не то. Ну, такая-то, ну, осторожная птица зимородок. Это ветренницы. У наших леса достаточно много. И тоже у меня есть одно место, куда приезжаю снимать именно на закате. Потому что, ну, красиво. Ну, что спали, что-то садиться. Это вот это вот, я хочу вам сказать, что самое золотое время у меня для съемки, это последние 10 минут, когда уже диск, уже вот-вот коснется земли. Вот в это время получаются самые такие достойные работы, которые... Потому что, когда... Я не люблю жесткий свет. Когда водяной свет, там, многих рекомендуют, что нужно снимать. Когда, понятно, макрушник, вот, и тогда можешь диафрагму увеличить, сделать ее до 11, и... Иса будет меньше, но... Художественность и снимка такого, наверное, я не люблю. Вот подъемка на гоне паутины. За что имеете в виду? А, нет, предыдущий. Вот это, без подсветки. Ну, вы, знаете как, вы приходите вот утром, они у нас только в одном месте есть, там, село Скаковка, по Логачкино, вернее. Вот. Ты утром приходишь, и они кучами сидят, там сидят, там сидят, но там, где свет не падает, ты же не пойдешь снимать. Ты уже ищешь, что там, где... Или ты же ждешь, ты же видишь, что солнце встает. Есть такие моменты, видишь, что вот там, через 5 минут, вот там будет свет. Вот надо подождать просто 5 минут, и он там будет. И паутины, это же... Лето, этой паутины там море. Темный, и, так сказать, как поймано это на крыльях, совершенно непонятно. Свет? Да. Ну, так и понятно. Потому что свет бежит, тут никакого фонарика нет. Оно же как, вот паутина может быть в тени, на дальнем плане, а объект, который вы снимаете, на свете, вот и все. Ну, как здесь же, только здесь большой размер. Вот сзади темный фон, да? Там еще тень, там еще солнышко не сыграло. И это на природе? На природе, но кадр постановочный. Понятно. Вам колено так близко до води не будет. Как вы заходите? Тоже постановочный сидит? Да, ну, знаете, меня спрашивают, как вы снимаете ящики? Ящики-то очень просто. А не, не, вы хотите, если вам удалось вот взять в руки ее, конечно, у нее может какой-то там сначала шок будет, но подержав ее так 5 минут на ладошке, она становится уже, можно сказать, ручной. Она будет по вам ползать. Вот. И у нее есть такие свойства, вот, ты ее держишь, и ты ее можешь посадить, например, там на листочек, она может так 5 минут сидеть, в застывшей позе, не дернуться. Вот у них есть такое, что они зают себя поснимать, будем так говорить. Не бегут никуда, не это самое. А еще, ну, это можно просто, наверное, когда мастер-класс поводится, рассказать. когда я хожу их снимать, хожу снимать, там есть норки. Возьмите, например, вот норка есть перед норкой, поставьте грибочек. Она обязательно вылезет, она обязательно вылезет на этот грибочек, когда с норки вылезет. Конечно. Ну, вот это брачки. Тут вода постановочная, из клюва, 100%. Клизма, да? А тут уже она устала. Да. Она играла. Какая вещь хорошая. Какая вещь хорошая. Да, тут у чонги тоже очень фотогеничная, что они, что дети, как они... Это что за супройте, да? Да, да, да. Вот с этого, с крыльта, который я положил в нем. Есть просто хорошее место в Быстрике, там такая зарядь, где практически есть все. Там гил опять течет. Там отуток, чонги, лебеди, качки любого вида, лисухи, ведра, что еще надо? Цапли. Тоже. Там все есть. Вот я посредине заводя захожу, стою и уже там ждешь. Три-четыре часа стоишь и наблюдаюсь. Какой процент плановых все-таки случайных? Ну, случайных, наверное, плановых, ну, в смысле плановых. Ну, вот, например, ты приезжаешь... Я планирую каждый раз. Ну, если человек выезжает на съемку, это значит, все плановые. Не-не-не, он приезжает на цаплю, да? Он знает, есть цапли, есть то и что, да? Тут лягушки прошат. Тут раз лягушки. Или еще что-то. Или еще. Ну, вот, я уже походу ты сам. Это все равно планово. Походу снимаешь ты уже все. Что-то, что есть. Тут и так оно есть. Я приехал на цаплю поснимать, а уже вижу там выдра тянет что-то. Одно значит, что ты будешь сама. Или там вот много моментов такие, когда отношения выясняют. Там говорят, что вот лебеди вытесняют многих птиц. Да, я не знаю, сколько снимал лебедей, я не видел, чтобы они вытесняли. Да, каждая птица, она хочет свою территорию. И лысуха. Нету лебедей, лысухи между собой бьются с качками, будут драться и выяснять отношения за тот кусочек водоема, что им нужно. А особенно, когда еще у них пошел молодняк, я в этом году, вот я тебе не рассказал, я фотоаппаратом качку убил. Расскажу эту историю. Еду на машине. Я домой приезжаю, сразу же говорю, беру фотоаппарат и поехал. Поехал по местам, где снимаю. Еду, вижу сидит серая цапля. И там такой аппендикс у меня, два дерева, а берег крутой, вот где-то такой. И тут сидят две качки. Я их-то оттуда не вижу. Я ползком, ползком, ползком под лес, поснимал, это все тихо. Она раз улетела, я встаю. Одна качка Шура, а вторая только дрыг, 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 и сдохла. Инфа? По искусственной декладе. Может, не надо баланс. Вот он был, это он. По полке, это вообще интересная тема. Я вам честно скажу, снимаешь столько, что просто выложить в соцсетях, это нереально. Очень много. Если ты снимаешь каждый день кучу-кучу, выбираешь и перебирать, и обрабатывать. Времени, ночью, ночью. Вот это ночью и зима. Ночь и зима. Вот это зимой, когда еще меньше съемок становится, вот тогда можно вечера длинные, уже можно что-то обработать. Потому что, реально, вы не видите просто, то, что вы видите на фотографиях, и то, что я выкладываю в соцсетях, это, наверное, десятая часть того, что... У меня есть фотографии, которые сняты четыре года назад, просто отличную фотографию. К ним еще время не дошло, чтобы мы его выложили. Ну, видите, я природу только несколько фотографий закинул, потому что снимаешь, ну, все снимаешь. Как мне снимать только с... Вот это вот у нас подносень, когда начинает вереск свисти, ну, очень сказочные места. И грибные, это все. Вот щуки, тоже интересные птички для съемки с своими повадками, с ними очень интересное ухаживание у них, самцов за самками, они кушать приносят, там, и подкармливают. Ну, вот это я то, что говорил, что самое интересное, когда вот это вот, видите, солнце, уже буквально там пару минут уже его не будет. Пять минут? Да. И желательно, конечно, снимать, вот кто снимает именно макросъемку, чтобы солнце было зачем-то. Была какая-то преграда, потому что оно, как всегда, в большинстве случаев, оно жесткое. и у вас, если вы снимаете без вспышки и без подсветки, то потом просто надо снимать, конечно, тогда в ралли и уже дотягивать это все фотошоп. Снимают же пяги, в ралли не снимают. Не вижу, там смысла. Вот и все. Забивать компьютер этим всем. Во-первых, когда ты снимаешь серийную съемку, тебе надо это все быстро, потому что снимается очень много, и выкидывается в мусор еще больше. Какой процент? Очень большой. Потому что, когда ты снимаешь цветок, обозначено, что там память. А когда снимаешь насекомых, муравьев, например, там, они же там, таулитку можно снять. А муравьи, это же мгновенное. Их стараюсь снимать или ранней весной, или поздней осенью. Когда уже холода, и также и божьих коровок, они тогда медлительные, они тогда уже не так передвигаются. И тогда есть уже какие-то можно поискать, и есть еще грибочки в лесу, листья уже нету, а грибы еще достаточно много. И вот в этот период хорошо снимать. И божью коровку, и пауков, и муравьев, они не такие шустрые. Им уже холодно, они себе там передвигаются. Не спешат. Да, кто хотел, тот уже спит. А это что-то ищет еще на своем голове. Вот тогда ты едешь и снимаешь. Тогда действительно и капельки уже, и держатся, не так как летом, роса, ее нет, уже солнце-то разошло. Это тоже золотое место, время, когда ты утром приходишь, хочется, чтобы оно остановилось, потому что быстро все. А как вы улитку подсаживаете туда, куда нужно? Ну, с ящерицей разобрались, а с улиткой и как? Нет, ты и руками набираешь, палочки. Да, если она, ну, есть улитки большие и маленькие. Если уже, есть такие, если мало улиток, кто может на фейсбуке видел, короче, божья коровка, везет на себе улитку. Руками ее не возьмешь. Берешь такую, настолько тоненькую палочку, вот, и ты ждешь, чтобы она на эту палочку вывезла, потом ты ждешь, чтобы она туда еще слезла. Это, конечно, не две секунды. Это время, это... А божья коровка тоже ждет? Так сильно. Не ждет, конечно, она ползает. Это надо за ней уже ползать. Понятно, вот при сюжетах, которые хочется снять, там тратится очень, очень много времени. Это, улитка, это вам кажется улитка, вот, она сейчас ползет, а потом спряталась в домике, она уже не хочет. Вы ее оттуда уже не будете стучать, о, пора. Именно про это я и спрашиваю. Время съемки пришло. Водичка? Все равно они, водичка это не всегда, вот хорошее для них время съемки, это вечер, утро, они, утром вообще, супер, они, ты утром встаешь, они уже там, готовы для съемки. То есть они утром более активно, чем вечером. Вот тут я ухаживаю, а там не ухаживаю. И ты утром приходишь, и их там куча уже сидит. Это все как-то, да. Это как бы прелесть жизни завтра. Да, да. И ты, я пришел, я встал, в 6 часов, и они ползают, не надо никуда ехать. Ты взял фотоаппарат, и тут же снимаешь. Получается, удовольствие. На природе, тут уже на природе. Это все снималось, вот это в лесу. Тоже. Капельки натуральные, или тоже моделируются? Натуральные. Вот, вот, например, два нам снимок, да, тут играет, уже цветовая гамма. Ну, грибочка уже куча растут, но вот притягивает, она сама, картинка притягивает цветовой гамму. Голубой этот, фиолетовые цвета. Ну, тут рецептник очень выигрышный, правда? Крюни. Да, да, вот это вот, вот это вот все, да, ты уже тут прикидываешь, тут снято каноном 100, 2,8. Вот, ты уже видишь, вот это вот играет, как фотограф уже понимает, что вот это вот оно, попадая в кадр, а еще, например, можно какую-то веточку положить перед объективом, посмотреть, как оно будет. Просто взять веточку, положить перед объективом, оно тоже вам даст какую-то... Размытость. Что? Размытость. Размытость, да. Но эти платочки будут похожи, как вот это вот, только уже немножко по-другому. Я не знаю, здесь, вот как здесь, вроде бы он тут, а это уже в другом месте. в другом месте. Вот это же тоже, оно же украшает, что вы будете снимать на заднем плане, оно только украсит вашу работу. грибок подставленный. Что-что? Грибок подставленный или так? В данном случае, наверное, да. Да. Это же не принципиально, я думаю. Вот это снималось, когда сидишь и ждешь, например, там, я ждал, и цапли, и зимонов, и тут же всего можно поснимать. И только, бывали такие моменты, когда ты ждешь, у тебя 150-600 стоит, а ты хочешь, ты поменял объектив, поменял, снимаешь, и тут смотрю, смотрю, сидит зимородок, два метра от меня. Я пока поменял, смотрю, уже него нету. Все. Кажется, ну, посидел бы пять минут, и все было бы хорошо. Потерпи немножко. Вот подснежники, у нас так нету, близко, как по Сереже, у тебя, а я езжу, снимаю ботанический сад. У нас там есть, довольно там, несколько видов разных. Место для съемки, может, не очень так, там, хорошее, потому что здание, и немножко, уже когда солнце садится, ты уже расстраиваешься, потому что оно есть еще, а я уже его так не буду. Там глава. Вот раз снято, где лица? А как он делал? 85,4. Я покупал его сразу, под камерой, с байонетом, они продаются сейчас прямо под камерой. Там даже Аниберка, у него 9,4. если не ошибаюсь, полностью открытая диафрагма. Вот эти моменты, когда вот, ты приезжаешь утром, и ты ждешь, что должна прилететь. вот такие кадры, это может быть только удача. Тут все натуральное, но просто, когда Иванчати срезал, и перенес прямо с бабочкой, просто в другое место, там, где тебе надо, скажем так. это тоже тавром? Это, мне кажется, что это тавром. Смотрите, 600 мм. Видите, да? Если тебе права, она 500, если 400, то есть, достаточно для вас, для того, чтобы если подняли, на 400, то есть, 600, это утро, То есть, это в контровом свете, вам достаточно.